Вот стрела, которую я вчера кабана стрельнул и сегодня. Я ее не помыл, и оперение такое все стало заскорюзлое. Но было ровное оно до сих пор. Но сегодня мы с Олегом с утра лазили за его кабаном под ранку. В такой хмызняк, что в какой-то момент у меня помялось. А может помялось, когда ехали обратно в этой, в нашей бричке. И я неудачно как-то что-то положил. Но в общем, перья поломались все. Сейчас попробуем магическим образом это все восстановить. Я не буду показывать весь процесс, но по сути я просто сейчас сполосну всю стрелу, потому что она вся в крови, засохшая она в крови. Все ее с мылом сейчас помою хорошенько. И оперение помою хорошенько с мылом. Потом дам высохнуть. И потом посмотрим, как это будет выглядеть. Апосля. Собственно, ждать долго не пришлось. Я беру обычное мыло, такое вот, для рук. Пшипаю немножко на руку себе. Растираю и просто намыливаю оперение. Притом несчастно вот так вот кручу его тут, верчу во все стороны. Заодно еще разок шапки протрем, хорошенько намылим. А потом вот смотрите. Сейчас я сполосну, чтобы мыл не был. И уже все поломки исчезли. То есть оперение уже все ровненько. Оно немножечко еще стал, стал немножко приглаженное, потому что оно мокрое. Оно высохнет и распрямится. Я еще разок сполосну, потому что пузыри еще мыльный. Ну, вот вам натуральное оперение. Умаялся, Олеж? Злоупотребляю. Глянь, глянь, коптит. Коптит. Техасская коптилина. Нормалек. Что, работа донимает? Приходи на обычное пиво, сразу работа отстанет. Ни работы, ни напряга. Одни кабаны. То что ж такое? А ты когда на дереве сидишь, сейчас тоже пиликать постоянно, да? Конечно. Поэтому ко мне кабаны не приходят. Ох, одежда. Они не снимают. Или наоборот, они приходят, потому что не знают, что я звонят. И они такие, ааа, он опять звонит. Можно прийти. Мы с Олегом поехали на разведку, короче. Он там увидел птицы черные. Падальщики. Кого они там жрут? Странно. Давай вот так вот сейчас объедем поближе, подъедем туда. Посмотрим. Так, ну вот, 99% подготовки. У нас здесь Олежа будет сидеть сегодня вечером и ночью. У нас тут ночью можно охотиться на кабанов. И вот три стента где-то вот здесь вот. Где-то метров. Может даже 30-25. Ну вот, и значит мы тут... Ну, пробей. 20. 20, ну отлично. В общем, это сенсор на движение и фонарик. То есть мы до темноты досидим и после темноты будем сидеть. Он будет, вот эта вот штучка будет стрелять, подсвечивать. Вот здесь что происходит. И вот Олег еще одну здесь прикрепил. Точно такую же. Включил. Вот это будет светить туда. А здесь в 7 вечера сработает фидер. И Олежа сегодня у нас добует огромного клыкастого. Такого шла Сунапатама. О, а еще знаешь что? Ну-ка сядь в машину, нажми кнопочку. Это наша Бэйчка. А у нее сзади здесь хитрое устройство. О, 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 о. Кукурузка. Кукурузка. Что ты там нажимаешь? И все на пульте управления? Ну-ка, ну-ка давай. Ну-ка нажми еще разок. Класс. Ну-ка давай еще разок стрельни. Это Олег стреляет из моего лука. 55 фунтов. Усилие пиковое натяжение. Растяжка у нас примерно одинаковая, да? Длинновато тебе, мальца? Чуть-чуть. Ну давай. Мы не на точно... Я говорить начал. Ну давай еще сходи и стрельни еще пару раз. Сейчас мы еще повторим. Я буду молчать. А потом мы перенесем мишень туда. Олежа будет стрелять отсюда из тенечка. А я буду прятаться за углом сарая. И слушать, как звук приближающей стрелы. Но это потом. Сейчас мы еще пару раз стрельнем. Она просто по звуку. Звук послышит на 30 метров. Ну вот отсюда был громче, чем с той стороны почему-то. Все равно прикольно. Ну давай я буду молчать. Да. Ну теперь давай свой возстрель сравним. У меня стрелы закипели. Да, тепленько. Ну, на 20 децибел громче. Я от балды сейчас сказал. Ну, громче. Ну, громче. Ну, конечно, громче. В два раза легче стрела. У меня 850, а у тебя 450. Какой у тебя фунтаж? 55, а у тебя 60, да? Да. Ну да, разница есть, но... Ну давай теперь я спрячусь за сараем, а ты будешь стрелять мимо меня. Так, ну вот, мишеньки тут. Олеж под тем деревом, вот там. А я сейчас здесь спрячусь. Ну, я не знаю, что там камера передаст, не передаст. Мне больше самому интересно послушать. Какой будет звук. Ты с моего будешь стрелять сначала? Или с своего? Окей, сначала с моего. Сейчас Олеж будет стрелять. Готов? Смоляю. Выстрел вообще не слышно. Ну, слышно какой-то там еле-еле прям. Ну, как бы забор тоже блокируется. Ну, не сильно. Давай второй. Давай. Сейчас ветер перестанет. Сейчас ветер перестанет. Передавай сед. Да стреляй. Стреляй. Слушай, ну офигенно. Мне нравится. Теперь давай твой стрельнем. Давай. Сравним. Шумни, когда будешь стрелять. У тебя такой же звук абсолютно. Да? Ну, давай еще разок. Давай. Давай. Там, по-моему, с Робин Гудел только что. Ну. Да. Ну, короче, разительный, прям такой вот заметный разницы я не вижу. Я обычно усики так вот сжимаю. Не знаю, что это даст. Мне кажется, что из твоего лука у тебя меткость выше. Как думаешь, с чем это связано? Везение. 99% удача. Ну, короче, в общем, какой вывод? Никакого вывода. Но я думал, будет тише, если честно. Вывод какой? Мне получилось пострелять из своего лука. Отлично. На этом мы завершим. Может, ты сейчас из моего стрельнишь? А я уже на Аляске стрелял. А, точно. В общем, сегодня ночью планируем сидеть, как я уже говорил, после темноты. Вот. И у меня гармин. У него пин подсвечивается. А у Аляжи? Нет гармина. Семипиновый. Спотхол. На котором не фокусируется. И у него нет подсветки. Но у него нет подсветки просто вообще? Или там есть место, куда вкручивается фонарик? Там есть место, куда вкручивается. Потому что я помню для своего спотхолка в Fasteddy XL я покупал отдельно фонарик. Такие тут монстры живут. Олени. О, время-то. В 7, говоришь, сработает, да, Фидер? У нас еще есть 4, 5, в 6 мы сядем. В 6 я тебя... Ну, нет. Ну, короче, давай в 5.30 выйдем. Ну, в 5.45. В 6 я тебя посажу. В 6.20 я сам залезу. Ты снимаешь или нет? В смысле, как мне разговаривать? Как всегда или как для мамы? Без матов. Как для мамы. Мам, привет. Так, что тут происходит? А, ну, как ты решишь проблему с подсветкой пинов? Вот, сейчас мы возьмем много изоленты. То есть мы будем до ночи сидеть, тебе нужно подсветить пины. Сделаем маленькую дырочку. Может быть. Я даже не знаю, что там. Ну-ка, ну ладно, давай. Короче, вкручивается фонарик сюда. У тебя нет фонарика, но у тебя есть какой-то брелок с маленьким диодиком. Блин, у нас этого маленького диодика адский свет. А ты его с изолентой залепи. Я его залепил. Частично. Да, вот это, конечно, голь на выдумке хитра. Ну, если что, ты просто его оторвешь. Я думаю, что я могу его оторвать. В процессе залазания на дерево? Да. Ну, это пофиг. Да, как бы он может под углом немножко скинуть, это не страшно. А как он включается? Кнопка с другой стороны? Пусточка. На боку. Знаешь, что, пошли в туалет. Ну, что за парни, которые не ходят в листья в туалет. Чтобы посмотреть кое-что. Тут у нас карта, мы здесь планируем, куда идти. О, нифига себе. Не делите картики. Блин, конечно, нихрена не видно, очень ярко, да? А ты выкрути все пены, оставь только 20 ядов. Вот их скотчем залепи. Возьми с собой кусочек изоленты. И когда стемнеет, ты просто залепишь, налепишь вот сюда полоску изоленты. Ну, короче, это рабочая схема. Но требует доработки. Небольшие доработки. Сейчас будем есть. А ты сможешь открыть или ты обожжешься? Смогу. Давай покажем, что там у нас. Просто там уже половина вкусных. Олеж, ты выживальщик, что ли? О, да что там уже шкварчит? О, оно горит. Надо жрать. Там, глянь, у них все соки кипят. Понимаю. Этот термометр не работает нифига. Что произошло-то? Все, пора кушать. Тепленько? Очень. Олежа приехал. Вот его, три стенд с заныками. А вот его, кормушка. Ну, как говорят... Все, чай-какай-какай. Воду взял? Один процент удачи. Ни пуха, ни пера. Отлично. Все, пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующем видео. Короче, у меня три раза выходили свиньи, три раза я ждал, когда выйдут покрупнее, которые маленькие выходили, была возможность стрелять, но я ждал, которые покрупнее позади, и все три раза они убегали. Так и не получалось сделать выстрел покрупный, шуганы нереально.